МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы для себя, пересматривая политику и стратегию продаж, исключили ряд, в том числе и западных рынков, действительно, на которые не стоит направлять в данный момент, подчеркиваю, именно в данный момент свои усилия, потому что в силу разных обстоятельств, и в том числе и определенного технологического уровня, мы не совсем готовы с ними конкурировать. Поэтому мы сейчас концентрируемся на наших более традиционных рынках. И результат в этом году, вы, в принципе, увидите, есть чем похвастаться. А дальше мы не сбрасываем со счетов те западные рынки. Мы с ними будем дальше работать. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, приехать на празднование 90-летия Гомсельмаша смогли не все партнеры. Хотя без зарубежных гостей торжества не обошлись. Причем время пребывания в Гомеле они использовали еще и для обсуждения перспектив сотрудничества. В 2019 году, конкретно в августе 2019 года, мы заключили договор о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и компанией АО «Росагролизинг». И, в принципе, с этого момента начались поставки комбайнов Гомсельмаш Российскую Федерацию. За это время поставлено более 100 комбайнов. И я хочу сказать, что данная продукция, она востребована сельхозтоваропроизводителем Российской Федерации. Мы сейчас как раз наметили планы на 2021 год. Планируем утроить объем поставок. В этом году мы совместно запустили в Казахстане новую модель 3219. У нас это комбайн ЕСИЛЬ 790. И я думаю, что у этой модели перспективы достаточно большие. То есть это практически заменяющие машины импортную технику. То есть по уровню оснащения, производительности, автоматизации. Реку времени нельзя ни остановить, ни повернуть вспять. Прошлое можно только осмыслить. У Гумсельмаша славная история. А заводские корпуса, выросшие на тогдашней окраине в конце 20-х, в начале 30-х годов прошлого века, стали родным домом для многих тысяч машиностроителей. У нас в матери было двое, двое ребят после войны. И было тяжело. Но я пошел в ремесленное училище, раньше было такое. А сейчас, как он называется, колледж. Два года там, именно на Кузнеца. Вот с этого, как пошло, 58-го года. Так и работаем. И на Сельмаша. Представьте себе, пламя, металл, искры летят. Даже хотя бы это. Я фактически всю жизнь отдал этому заводу. Тогда еще Гумсельмаш отмечал только 50 лет Гумсельмаша. Сейчас уже 90. Вот так прошла моя жизнь здесь, на заводе. На одном месте я уже 40 лет. Я хочу поздравить всех с этим большим для нас праздником. Пожелать всем здоровья, успехов в работе, благосостояния, чтобы не было забастовок, чтобы все трудились, у всех была работа и достойная зарплата. В Народном музее боевой и трудовой славы акционерного общества Гумсельмаш вся 90-летняя история. Причем это не просто экспонаты, а напоминания о традициях предприятия и людях, которых на Гумсельмаша называют самым главным капиталом. Сегодня здесь хранятся 8 книг памяти о лучших работниках завода. И еще одна. О тех, кому присвоено звание «заслуженный работник». Заслуженный работник Гумсельмаша, когда он уходит на заслуженный отдых, ему платится 100% тарифной ставки. И человек практически получает вторую пенсию государственную. Вот какой очень хороший символ. Останавливаться на достигнутом Гумсельмаш не собирается. В 2018 году здесь началось производство первых в мире газомоторных комбайнов. В прошлом году освоили выпуск косилок для уборки риса. В этом провели приемочные испытания нового класса зерноуборочных комбайнов, предназначенных для фермерских хозяйств. А также фермеров ряда стран Азии и Африки, работающих на небольших участках. Если мы не сбавим темпы и удастся нам сохранить те темпы, которые мы набрали в этом году, то я думаю, к 100-летию предприятие Гумсельмаш будет совершенно другое. Оно будет совершенно другого технологического уровня, совершенно новой современной линейкой машин. Олег Сюрополь, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько. Новости недели.